Здравствуйте, я Евгения Сазонова. О проблемах системы здравоохранения во время карантина, а также о провале кампании по вакцинации, сегодня разговариваем с общественным деятелем Ерланом Нурпийсовым. Ерлан, добрый день. Здравствуйте. На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек. Причина такого положения проста – нехватка вакцин. Об обратился к министру Цою. В течение апреля вы должны переломить ситуацию, иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Получается, что виновный в провале обозначен, но может ли один человек, даже будучи министром, отвечать за целую кампанию? И может, и не может, я бы сказал. Если человек ответственный и человек дрожит своим именем, то может. К примеру, он может сказать, что то, что происходит, то, что я предлагал, неосуществимо, поэтому примите мою отставку. Я не хочу в этом участвовать. И люди по-своему поймут такого человека. Если человек видит, что все происходит не по тому сценарию, который он планировал или предлагал, если он видит, что происходят вещи, которые просто нелицеприятны, и безусловно на нем отразятся и имиджево, и кадрово, то, конечно, соглашаясь со всем этим, он принимает, и он во всем этом участвует, принимает участие. Поэтому вина руководителя Министерства здравоохранения, я считаю, есть прямая. Но у нас же все идет на личном контроле президента. Получается, в течение двух месяцев президент не знал о том, что происходит с вакцинацией в стране? Вот поэтому я думаю, что как раз нет тотального контроля со стороны президента. Во-первых, один человек не может знать обо всех ситуациях со всеми проблемами, потому что вакцинация это действительно сегодня номер один из социальных вопросов. Но у нас же есть очень много других вопросов. Политические, внешнеполитические, социальные, экономические вопросы в нашем государстве. Поэтому я считаю, что вот это разногласие в цифрах между исполнительной властью, между министерством, премьером и президентом, когда они две недели назад заявили совершенно разные цифры, а также заявили цифры совершенно разные по будущим поставкам. Цой сказал 3 миллиона, премьер сказал 4 миллиона, тоже 2 миллиона. Президент сказал, я лично договорился, там еще какая-то цифра. И у населения ощущение, что полный разнобой какой-то идет в том, что происходит в стране. Никто, видимо, не контролирует ситуацию, раз даже в руководстве страны, такого никогда же не было, чтобы президенту подали какие-то цифры, которые бы были недействительными, которые бы потом кто-то опроверг, или которые кто-то потом бы по-другому трактовал. И это ощущение того, что власть не совсем понимает, что она делает и что она хочет сделать. Плюс еще случилась история с 3 миллионами доз вакцины китайской, которая в итоге оказалась просто флаконами. Я там до конца не знаю, как с флаконами, но то, что он сказал, мы привезем 2 миллиона и миллион здесь изготовим, а через несколько дней сказал, всего будет 2,5 миллиона, и все задумываются, где 500 тысяч, это точно. То есть ляп за ляпом происходит, и это, к сожалению, становится система. И я не говорю уже о имидже Министерства здравоохранения, мы ведь осенью делали статистические исследования, наша группа, и тогда уже статистики Министерства здравоохранения только 7% доверяло населению. Я даже не знаю, что сейчас будет, там, наверное, нулевая вообще будет цифра. При этом Министерство здравоохранения публикует сетевые ролики о необходимости вакцинации, но вакцины нет. Это говорит о каких-то проблемах с коммуникациями? Это говорит о том, что в управлении здравоохранением сегодня нет единых принципов, вот как мы в бизнесе, допустим, говорим о корпоративном управлении, как мы говорим, что государственные медицинские учреждения — это такие же единицы бизнес-структуры, где нужно вводить корпоративное управление. И если бы это внедрялось с самого верха, мы никогда бы такого не увидели. Потому что перед тем, как принимать решение, идет изучение проблемы, идет подготовительный период, идет анализ, потом принимаются решения, потом они утверждаются с Советом независимых директоров, докладывается, и все это происходит в соответствии с вопросами, поскольку это государственная структура, непосредственно участвующая в оказании сервисных услуг населению. То есть здравоохранение — это наше ощущение с вами комфортного проживания в стране, это наша безопасность по здоровью, МВД, допустим, это общественная безопасность, это тоже предмет сервисной организации услуг государства, то, конечно, они должны были обо всем этом нас информировать с самого начала. Когда только появилась идея, тренд о вакцинации как решение проблемы пандемии в мире, они должны были непосредственно участвовать, начиная от этих конференций, от планов производителей, отслеживать, что происходит, и обо всем это информировать. Сегодня наше Министерство здравоохранения один из самых закрытых органов государственных институтов. И получить какую-то информацию, мы получаем отрывочную информацию, и то, а нам, когда ее сравниваем, пытаемся какую-то пазу сложить, а он совершенно не складывается. Поэтому Министерству нужно стратегически пересмотреть свое отношение к предоставлению медицинских услуг населению, еще раз продумать свою миссию, кто они, где они, чем они должны заниматься, и тогда, возможно, больше будет доверия тому, что они делают, и то, что они говорят. Чем больше людей, выходя из поликлиники, из больниц, будут удовлетворены услугой, которую они получили, тем больше будет доверия к нашему здравоохранению. Сегодня, к сожалению, этот качественный параметр, этот KPI, как мы называем в бизнесе, он отсутствует. По нему никто не судит о работе главного врача, начальника управления охраны здоровья того или иного города, района и области. А именно удовлетворенность наша с вами медицинским обслуживанием является эффектом их работы, и это предмет их работы. Сейчас у нас очередная волна коронавируса, говорят, третья, но, мне кажется, мы уже сбились со счету, какая она. И если в прошлом году мы могли говорить о том, что система не готова, потому что не было за последние десятилетия таких ситуаций, как пандемия, то в этом году уже не может быть никаких оправданий, но система также неслаженно работает. И какие основные ошибки госуправления вы видите? Вы знаете, я бы, как врач в прошлом, кандидат наук, имея определенный медицинский стаж, я бы и ошибки первой волны тоже бы вот так вот просто не оставлял, потому что в тот период, когда объявили первый локдаун весной 2020 года, его по-разному оценивали, для чего он нужен на Западе организаторы здравоохранения и у нас. Наши подумали, что это возможность снизить вероятность вируса и таким образом решить проблему с заражаемостью, и всю эту ситуацию отпустили, вместо того, чтобы ее потратить на четкий план организации коечного фонда, предусмотреть, спланировать массовую первую волну вот эту и подготовиться к ней. Не были подготовлены ни в материальном плане, то есть лекарства СК фармации лежали на складе, кто сделал заявки и по ним обслуживали, как они говорят, мы все по заявкам обслуживаем. Не были приготовлены запасы в аптечной сети, СК фармации же снабжают только государственные клиники, все остальные снабжаются через дистрибьюторов на рынке. Не было договоренности ФОМСа, управления организацией здравоохранения с частными клиниками, потому что только в Алмате около 2000 коек, возможно, половину из них можно было перепрофилировать. И представляете, что такое даже просто лишняя сотня коек в тот момент. Это сколько спасенных жизней. Поэтому я считаю, что провал был в самом начале. Из него действительно нам показывают, что сделаны ошибки, что стратегические запасы сделаны. Только наш город выделил, если не ошибаюсь, 14 миллиардов на то, чтобы создать запас лекарств. Но получается, сейчас опять открывают Алматы-Арена. Между тем я знаю, что специализированный, хороший, настоящий коечный фонд частных клиник, где подведен кислород, есть реанимации, где палаты выделены на одного, на двух человек, они также не задействованы, потому что до сих пор ФОМС не может решить вопрос о том, чтобы заключать договоры с частными клиниками и платить тот утвержденный тариф, который они платят сегодня государственным клиникам. И, кстати, вот про этому тарифу я хотел бы сказать. Занимаясь летом лечением средней тяжести пациентов с COVID в неблагополучных районах, мы открыли две клиники дневных стационаров, и мы, когда свели затраты, после того, как уже волна спала, мы увидели, что у нас в разы дешевле лечения обошлось, чем лечение по тарифам нашего фонда медицинского страхования. И это тоже вызывает большие вопросы. Почему государственным клиникам такие деньги они готовы платить, почему участникам они не готовы такие деньги заплатить для того, чтобы спасать наш народ. При этом частные клиники готовы участвовать в этой системе и принимать людей. Летом, да, я точно знаю несколько клиник, которые были готовы этим заниматься. Они занимались этим, они платно занимались. Если бы им государство обеспечило финансирование, они бы это делали бесплатно. И тогда бы больше было людей через их клиники, через их коечный фонд прошло лечение. Насколько, по вашему мнению, сейчас карантинные меры в Алматы оправданы? Потому что мы видим, что загибается малый и средний бизнес, но при этом переполнены автобусы. Количество зараженных все равно продолжает расти. Евгений, это, знаете, такой вопрос, который нужно разделять с точки зрения вообще, а есть ли научность в этом подходе. Вот где статистические данные, где изучен пласт статистики, который бы подтвердил, что эти меры эффективны. И сказал бы, да, друзья, вот мы сейчас в бизнесе потеряем столько, но мы спасем столько жизней. И тогда люди поймут, тогда люди будут сидеть дома, тогда бизнесмен скажет, да, я лучше потеряю эти деньги, я хотя бы знаю, за что я их теряю. Это приведет к тому, что столько-то жизней будет действительно спасено. Но при этом хорошо бы еще государство сказать, да, бизнесмены, вы потеряете МСБ, потеряете зарплату, у людей упадет доходы, потерпите, но мы вам опять приведем какие-то социальные гарантии, социальные выплаты. Но вот сейчас о социальных выплатах вообще никто не заикается, ни из государственных чиновников, ни в Мажелесе, ни в Сенате. Все только говорят, у нас плохой народ, у нас незисциплинивый народ. Но вы меня простите, не может год народ ходить в масках, не работать и при этом быть удовлетворенным во всем, не выйти в кафе, не выйти на той, потому что есть просто психология. И кто изучал социальное поведение людей, чтобы спрогнозировать, да, сейчас эти меры будут эффективны, но через полгода уже нас не будут слушать, потому что все исчерпан просто терпение людей, им надо дать какой-то выход. То есть с этим надо работать. Здесь нужно включать, призывать самые лучшие умы научные, которые бы прогнозировали эту ситуацию и в соответствии с этим бы строили все мероприятия эффективные. А когда еще и это не объясняется и не приводится статистика, ну понятно, что человек, который платит аренду, платит налоги, платит, он не хочет терять специалистов, он все продает, что у него еще есть из активов, и платит своим шеф-поварам, самым лучшим специалистам, чтобы они не ушли, то я вам скажу, наши чиновники же ничего не теряли. Им даже не с чем сравнить ощущения бизнесмена, малого предпринимателя. Поэтому мы с ними просто вот на разных концах планеты находимся, в идеологии, в понимании жизни, в реалиях. И это, конечно, нас сильно возмущает. Вы писали, что имея оплату ФОМС, около 30% людей в Казахстане не пользуются услугами государственных поликлиник и предпочитают лечиться за собственные деньги. Я причем эти взял часть цифр еще из брифингов предыдущего начальника управления здравоохранения Алма-Аты летом, когда они сказали, что по ковиду, мне кажется, они даже сами не поняли, какую они информационную бомбу запустили. То есть сейчас эти цифры могут быть даже еще меньше? Сейчас я вернусь к этому. То есть летом, во время пандемии, в июне-июле, было объявлено, что порядка 33%, если не ошибаюсь, людей обращаются с ковидом в частные клиники, около 17% в государственные, а остальные люди не обращаются. Я тоже скажу почему. Потому что, на самом деле, во-первых, очень низкий индекс доверия здравоохранению, около 17%, а среди тех, кто переболел, еще ниже. Мы вот разграничивали тех, кто болел, не болел. Недоверие есть к квалификации врачам. Есть такие вот, мы, допустим, тестировали, доверие информации, да, я сказал, 7%. Чувство безопасности и комфорта в медучреждениях. 12% людей только отмечают, что они себя чувствуют в безопасности и в комфорте в медучреждениях. То есть люди, часть людей, не потому что они любят лечиться там примочками, травами, народными способами, просто нет доверия в здравоохранение. Они боятся, что они пойдут туда, и только будет хуже. И не вернутся. Ну, люди все по-разному считают, но факт то, что они проголоспали ногами, они не пошли в поликлиники. Они не стали приглашать скорую, они находили каких-то врачей, частым образом, консультируясь, по телефону кто-то приходил. Ну, мы с семьей сами дома лежали, болели, и меня курировали врачи наши, еще из Москвы, допустим. Ну, вы просто еще сам врач, поэтому вам все-таки было попроще. Я сам врач, да. Я испытал, кстати, вопрос вот еще социального благополучия и в целом настроение во время пандемии, оно очень сильно зависит от действительно вот этой волны, потому что характерной чертой заболевания является паника, психологический стресс. В первые дни человек думает о том, он умрет, возможно, он умрет, и эта паника начинает приводить к тому, что если еще нет доверия здравоохранению, низкое доверие, то просто у человека стресс, и так иммунитет уже низкий, и все ухудшается. Уже многие врачи за рубежом, специалисты говорили, что вот это паническое стрессовое состояние на начальном этапе усугубляет течение болезни. Ну, и если нет достоверной информации, если нет доверия окружающему нас системе здравоохранения, то понятно, что человеку еще хуже станет. После встречи нескольких общественных деятелей с руководством управления здравоохранения было принято решение о создании единой пилотной площадки по решению проблем здравоохранения города. Вы пошли в состав этого объединения. Чем вы планируете заниматься, какие вопросы будете поднимать? А вот теперь даже не знаю, вообще там будет чем заниматься или нет. Это очень интересный момент, потому что впервые нас, вот людей, которые как-то системно пытаются этим заниматься, вносить свои предложения, производят исследования, пригласили, ну пусть не на уровне министерства, на уровне нашего города, чему мы очень рады, да? Новый пришел начальник управления, и он говорит, слушайте, у меня вот такая ситуация, в городе есть проблемы, даже у меня там штат неукомплектованный, я бы хотел, чтобы мы с вами взаимодействовали. А еще на опыте предложений по реформированию МВД отдельные гражданские активисты вошли из этой группы и в эту группу нашу. Мы помним, что экспертность, то есть мы не помним, мы получили опыт и понимание, и, кстати, руководство министерства МВД получило понимание, что экспертность гражданского общества, скорость принятия решений, исследований и даже иногда финансирования у гражданского общества в разы больше, чем у специалистов министерства. И это правильно, это нормально. Не могут люди, которые 24 часа занимаются отчетами, отписками на жалобы и так далее, быть сведущими во всем, стратегическом планировании, видении, зарубежный опыт перенимать. Поэтому, конечно, взаимодействие тем, когда гражданское общество хочет и может помогать государственным институтам, это самая великолепная модель вообще государственного устройства, когда государственные чиновники хотят, а общество тоже хочет и может в этом помогать. И поэтому, когда нас позвали в эту группу и открыто сказали о том, что есть проблемы, мы сказали, окей, здорово, это прецедент, давайте создадим группу и попробуем сделать пилот. Вот наши принципы реформы по всем мероприятиям. Теперь вы скажите нам, пожалуйста, 10 причин, которые мешают вам удовлетворить полностью, ну давайте мы тогда сказали не полностью, но на 60-80% удовлетворить запросы населения, горожан, жителей города Алматы на медицинские услуги. Чтобы 6 человек, выходя из 10 из поликлиники, сказали, все было классно, вообще врачи молодцы, так все, я не терял времени, не стрессовал, все было здорово, давайте попробуем какие-то подвижки сделать, назовите нам 10 причин. И мы договорились о таких деловых завтраках, 8 часов утра встречаться раз в неделю нашей группой. Ну, первый завтрак они пропустили, 10 причин нам пока так и не выдали. Сейчас сказали, вот у нас мы зашиваемся с ковидом, давайте на неделю перенесем. Вот две недели уже мы не встречаемся, не общаемся и ждем, надеюсь, на следующей неделе будет. Но при этом я написал, ну раз вы сами не предупреждаете о том, что не можете прийти, не называете причины, которые вам мешают, возможно, вы на себя взяли непосильную нашу, тогда вы скажите и не тратьте наше время. Ну что мы вас ждем, сидим, вы не приходите, причины, которые вам мешают, о которых мы подумали и задумались, где мы можем взаимодействовать, чем мы можем вам помочь, возможно, нужно ресурсы потребовать у Акимата дополнительным. Для МВД же мы просили дополнительные места в службе 102, оборудование в службе 102, чтобы сократить время приема звонка. У нас же то же самое со скорой происходит. Долго звонить, скорая может долго ехать. Эти вещи такие оперативные, и это зависит, возможно, вам не хватает полномочий или сил попросить. Мы просто будем требовать, чтобы эти деньги дали. Мы можем просить изменения закона, мы можем просить изменения приказов или рождения новых приказов, которые вам позволят в рамках ваших полномочий и городской агломерации решать эти вопросы. Мы пойдем вам навстречу, мы будем защищать Алматинское здравоохранение на любом уровне. Но вы нам скажите, что вам мешает. А если вы считаете, что мы слишком поднимем большую волну, и у вас будет противоречие с министерством, с Акимом, и вы не готовы, то тогда не надо вообще это затевать. В прошлом году вы и ваши партнерские клиники бесплатно, мы уже об этом поговорили, что бесплатно лечили коронавирусных больных, за что вы были оштрафованы на 600 тысяч тенге. Не я, не вы конкретно клиника. Партнерская клиника, да. В этом году вы решили этим не заниматься? Нет, ситуация как раз наоборот. И уже не две клиники, а четыре мы готовы открыть. Если мы увидим, что повторяется в прошлогодний сценарий, если мы увидим, что в госклиниках не хватает коек, не хватает врачей, не хватает медицинских препаратов, если мы увидим, что людям не оказывают помощь, оставляют дома без внимания, то мы готовы открыть две клиники снова в Алматы, одну в Джабуле, одну в Ченкенте. Они готовы нам развернуться буквально неделю. Ну а как так получилось, что за такое доброе дело вы были еще и оштрафованы? У служащих СЭС нет понятия в государственной службе доброе дело, не доброе дело. У СЭС есть карательные функции, которые они вовсю используют, и во благо СЭС, и во благо себе лично. И любой начальник СЭС – это маленький князек, поэтому там такими моральными термидами мы не общаемся. Есть предвзятость, мы сделали выводы, мы написали в предложениях, что СЭС больше не должна быть подчинена министру, не может министр и карать, и благословлять одновременно одной рукой. Эти функции должны быть разделены, потому что есть предвзятость, то есть министр можно сказать, слушайте, вот этот государственный сектор оставьте в покое, а вон частники идите и там делайте, что хотите. Проверяйте их, зарабатывайте, вносите на общественность, что вы найдете. То есть двойные стандарты. Поэтому СЭС, во-первых, должна выйти из-под министерства, во-вторых, она должна парадигму своей идеологии сменить работы. Если сегодня она карательная, вот вы хотите открыть ресторан, вы думаете, вы придете в СЭС и скажете, ой, какой вы замечательный человек, наш город станет богаче, больше налогов будет, и вам обрадуются. Нет, вам скажут, слушайте, идите, делайте. Если неправильно сделаете, мы придем, мы вас оштрафуем. А мы хотим, чтобы, когда вы пришли, действительно вам порадовали, сказали, да, какой ресторан, какое помещение. Мы вам сейчас, вот человек, он вам все сейчас покажет, как это надо планировать, все сделайте. Потом мы придем еще посмотрим, вам поможем. Ну а если вы нарушите, мы вам сделаем замечание. А если дважды нарушите, тогда мы вас оштрафуем. Вы когда-нибудь такую работу видели? Ну это какой-то идеальный мир. А мы идеалисты, если хотите. Но во всем мире так должно работать государство. Государство должно нам с вами обеспечить комфортную жизнь. Создать равные условия и условия для развития личности, для развития его талантов, для развития его потенциала. И если вам создадут такие условия, вы будете прекрасным бизнесменом, вы платите соответствующие налоги. И тому же чиновнику будет хорошо, потому что будет из чего повысить ему зарплату. А не просто ходить и побираться там по карманам, тырить деньги. Ирланд, спасибо большое за интервью. До свидания. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...